Хоба! Привет! С вами доктор Влад и у нас минус один на улице, днём будет ноль, так немножко похолодало чуть-чуть. Мне вчера очень интересный комментарий прислали. Я позвонил в техцентр записаться на техосмотр. Мне предложили пройти техосмотр дистанционно, я не поверил ничего. В Opel мне неизвестно, значит, я говорил, что... Ну, кто-то тут в статье писал, что до 90% покупают просто техосмотры в России. Ну, неудивительно, что так много аварий, ребят. Если машина едет неправильно, от неё можно что угодно ожидать, если она неисправна, по сути дела, да? Так оно! Зеленский раскрыл свои доходы. Задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии квартал 95. Вот. И... Ну, тут в гривнах, в рублях, я не разбираюсь. Ну, в общем, он задекларировал. Между прочим... Между прочим, Трамп до сих пор этого не сделал. Он таится, сколько он зарабатывает, он не показывает. И уже через суд хотели. Ну, ребят, ну, не просто так ведь это, да? Да, я так думал. Путин и Макрон поговорили по телефону. Да, Макрон в последнее время стал плохой совсем. С Путиным по телефону говорит. Это серьёзная ошибка. Ну, наверное, купили его там. Господи. И Макрель тоже, немецкая, тоже с ним по телефону говорит. Как можно общаться с человеком, с которым общаться нельзя? Об него только пачкаешься. Брюс Уиллис, немножко расслабьтесь, продал свой особняк с убытком в 4,4 милли... Мили... Чего? Миллиона долларов, да. Купил за 12, продал за 8, за 7,6. Ну, ничего, так у него, да, домик красивый. Чё это он так? Решил. Наверное, денег нету. Совсем. Ну, вот решил немножечко это... Поправить своё финансовое положение. Кадыров озабочен последствиями действий США на Ближнем Востоке. Это как в анекдоте, ну, вы знаете, да, нападение на Берлин, и вот там маршал Рокоссовский, маршал Конев, вот, а Сталин у них спрашивает, а вы посоветовались с полковником Брежневым? Ну, то же самое. Поклонскую возмутили Петросяновские каламбурщики и муси-пуси ПТВ. Тоже чё-то она начала тут это критиковать. Для вас же всё делается, для депутатов, нормальным людям это не нужно. Вам нужно смотреть и впитывать, впитывать всё вот это вот, как нужно перед Кремлём вот так вот танцевать, плясать. Учись, товарищ Поклонская, учись. А тут она чё-то критикует ещё. Ну, на неё тоже своя критика нашлась, но я уже читать не буду это до бесконечности. Так, американский журнал National Interest включил морскую пехоту России в пятёрку лучших в мире, наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Карелии. Ну да, особенно отмечено, как они хорошо по пьяне в фонтанах плавают. Это вообще. Больше ни одна морская пехота в мире такого не может. Так вот, ребята, гордитесь, гордитесь. В вести. Стоматолог в Приморье сломал пальцы, просившие о помощи молодой маме. Тут вообще непонятно. В Уссуристе стоматолог отказался оказывать помощь ребёнку и сломал пальцы, снимавшие его на видео матери маленького посетителя. Что беспокоило молодую маму, остаётся неизвестно. В регистратуре её направили в кабинет к врачу, но тот отказал в помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео. На кадрах видно, что когда она попыталась пройти вслед за дверь, стоматолог схватил её за руку, попытался вырвать телефон. Всё это время малыш был на руках у мамы. Ребята, я говорю, обозлились все, вот обозлились. Уже все с ума посходили. Господи, стоматолог-то. Здесь стоматологи расслаблены, спокойны. Знают, что буря никакой не будет. Ладно. Так. Герой сопротивления, ставший кошмаром Путина. Тут Андрей Лурионов целую теорию выдвинул. Интересно, интересно. Нестандартным событием ушедшего 2019 года стала площадная брань Путина в адрес давно ушедшего из политики и жизни бывшего посла Польши в Германии, 34-39 года Юзефа Липского. Ну, давно его свиньёй называл там и так далее. И вот Андрей Лурионов разбирает, почему, почему. Ведь не в первый раз такая резолюция была, что Германия и Советский Союз вместе начали войну. Не в первый раз. Оказывается, решили назначить вот празднование на 25-е какое-то, на какое-то число, 25 января, что ли. Вот. А оказывается, на 25-е мая, на 25-е мая. Годовщину казни героя от Фенцима родмистра Витольда Пелецкого. Я почитал, что это за Пелецкий. Оказывается, он всю жизнь воевал за родную Польшу, а потом его расстреляли в НКВД. И вот, наверное, Путина это задело. И причём вот именно в день его расстрела, в день его гибели, в день его казни, хотят вот назначить дату. Так, и вот он это, наверное, он обиделся. Ну, НКВД, он же сам НКВД, конечно, да. Один из величайших героев Второй мировой войны. Не на 9-е мая, как день победы, а на 25-е мая. Да, ну, конечно, для него 9-е мая, для Путина это вообще-то страшная дата. Можно каждый год вспоминать и быть выигрышей. Вообще, вот этот Пелецкий, почитайте, фамилия просто запоминается. Оказывается, он намеренно пошёл в Освенцим по поддельным документам, его там били, мучили. И вот он там организовал сопротивление. Там вообще-то тут такая история. И сбежал потом из этого Освенцима сам. И вступил в тайную антикоммунистическую организацию. Ну, то есть, он не разделял вообще фашистов и коммунистов. Да, ну, правильно, конечно, варшавское восстание и так далее. И вот его, в конце концов, арестовали. И всё, и расстреляли НКВДшники. Ротмистр у него звание. Очень интересная статья. Вот теперь понятно, почему Путин так аж пеной весь и зашёл. Так, слава покровителю. Мне тут прислали ссылку, но она везде, везде, везде. Это диджей-сет президента Туркменистана. Президент Туркменистан встал за диджейский пульт. Ой, вот это да! Нету других народов такой красоты. Пел и работал диджеев. Ну, Путина до него ещё не добраться. Что интересно, ребята. Я пока искал, оказывается, Мениханов, это в Татарстане, тоже вставал за диджейский пульт. Только не на Новый год, а на Дни молодёжи в Казани, 27 июня. Вот так вот, ребята. В речном порту почему-то. Но другого места не нашлось. Да, вот он с молодёжью весь, прям такой, весь молодёжный. Так, производитель ССД-100 подал иск на 1 миллиард рублей к иркутской авиакомпании. Суть претензий не ясна. Ну, просто подали и всё. Денег у них не хватает, а те зарабатывают. Ну, вот они решили с них содрать миллиард. Да, гражданский самолёт у Сухого потребовал почти 1 миллиард рублей от иркутской авиакомпании ИР-Аэра. Вот это да. В арбитражный суд Москвы. Ну, ясен пень, что они присудят-то? Два акробата из РФ упали с 10-метровой высоты в Амстердаме. Ребята, я не могу этого понять. Почему они все падают? Раз в неделю точно акробаты падают. Что-то такое ужасное совершенно. Представление сразу было прекращено. Так, так, так и так далее. Чудно. А где верёвки, где страховочные сетки? Ну, вот немножко разлететь. Славянские имена, вызывающие у иностранцев не те чувства, да? Смех, удивление. Анастасия. Для иностранца это может прозвучать... Ну, совпадает со словом Настя. Переводится как гадость, мерзость, пакость и так далее. Фёдор. Фёдора просто очень трудно, ну, как, выговорить. Вот, очень трудно. Получается, что-то наподобие Фуйдор. Вот, Федя, тоже сам ни один иностранец, в принципе, произнести не в состоянии. Ну, попробуйте заменить на Фродо или Фред. Ну, Фред, да. Наташа. У этого имени дурной имидж. Да, даже я это знаю. После распада СССР, за границу в буквальном смысле, хлынули волны молодых женщин, стремящихся к лучшей жизни. Да, ну, они, очень многие из них начали заниматься древнейшей профессией. Да, Наташа – это нарицательное имя для проститутки русской. Это плохо. Даже вот в Марвеле, в киновселенной, тоже самое есть, да. Игорь. Почему-то, почему-то плохой имидж. Ну, я не знаю, я тут не знаю, с чем сравнить, но вот лучше использовать имя Гарри. Светлана. Ну, да, слово СВИТ – это потливость, в общем, Светлана, но как-нибудь, как-нибудь по-другому называетесь. Семён. Семён, да. Ну, это звучит совершенно логично, слово Семён, что переводится как сперма. Ну, в общем, да. Не очень здорово. Какие ещё имена? Владимир из-за трудностей в произношении. Ну, не знаю, у меня… Вот я первый раз с иностранцами в Голландию ездил. Владимир, они меня звали. Без проблем, но обычно я представляю их как Влад. Комни Влад. Называйте меня Влад. Никита, как мужское имя. В англоязычных странах это женское имя. Ну, да, Никита же есть фильм, да. Уменьшительные формы Миша и Саша. Мишка, Сашка. Мишка, Гришка. Чё, тоже не нравится? Имя Миша на Западе самостоятельное женское имя, да. Например, именно так звали младшую сестру Ганнибалу Лектора, да. Ну, помните, да, «Молчание огнят». А имя Саша в США считается сокращением от Натальи. К примеру, так зовут одну из дочерей Обамы. Ну, ребят, ну, тут вроде бы и смешно, а вроде бы и, да, можно столкнуться с чем-нибудь таким. Запросто даже. Так, транзит российского газа через Украину снизился в пять раз. Вот тебе и всё. Почему, почему? Непонятно. В среднем в декабре было 260 миллионов кубов, а сейчас вот 50. Странно-странно, странно это. Летящее есть умение в Петербург самолёт экстренно сел в Перми. И чего? Навигационное оборудование. Airbus, между прочим. Airbus, и да, да. Ну, вроде все тут живо, все целы. Придёт резервный борт. Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Ох, ребята, это совсем плохо. У меня вон стоит этот нетбук с Windows 7. И где-то ещё у нас, по-моему, Windows 7 есть на наших компьютерах многочисленных. Придётся, ну, нетбук не потянет десятку. Он мне семёнку-то едва тянет. Так что, ребята, если у кого есть... Ну, как, оно работать будет, просто не будет поддержки. А это значит повышенная угроза атаки вирусов. Ну, хоть в интернет на них не выходите. Так, вообще, отключите от интернета. 20-го, так, 14-го января, да? Или с какого? Блин, вот пишут, а. 10 лет, последним днём будет 14-го января. Всё, с 15-го уже не работает. Поддержка не работает. Группа Ленинград воссоединится ради выступления в Америке. Какой-то Куачелло. Это какой-то фестиваль в Калифорнии. Куачелло. Ну, если они будут там ругаться матом, их же выгонят просто, и всё. Не знаю, их как-то не люблю. Я начинал. Мне не понравилось. И последнее. 9 самых странных приложений, которые зачем-то ставят на свои смартфоны. Я посмотрел, интересно. iBear. Если вам хочется выпить пиво, то там вот на экране пиво вот такое вот. Зачем? Непонятно. Можно загрузить туда бокал вина, шампанского, водки. Очень cute girl. Скачав, запустив вот это приложение, увидите, как с экрана смартфона на вас смотрит симпатичная девушка. И это всё. Один раз она может пожелать вам хорошего дня. Нано по-китайски, да? И всё. Скачивают. Очень многие скачивают. Вентилятор. Вот просто вентилятор крутится всё, если вам жарко. Он не может охладить по-настоящему, естественно. Но вот почему-то скачивают, да. Must use it. Есть вообще просто кнопка. После скачивания на экране гаджета появляется кнопка, нажав которую вы увидите, как ничего не происходит. Но разработчики не оставились на достигнутом. Выпустили продвинутый вариант, в котором можно посчитать, сколько раз вы нажали на кнопку. Во! Приложение, которое находит призраков. Ух ты! И оно записывает и переводит голоса найденных духов. Ну, это ж ничего, ладно. Беговая дорожка для пальцев. Запускаете приложение и начинаете вот так пальчиками бежать, 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 бежать. Снижает стресс. Так, а это что такое? А! Подбрасываешь смартфон, и когда он к вам руки назад падает, смотришь, на какую высоту ты его подбросил. 7000 отзывов уже. Сколько раз скачали, здесь не сказано. Можно, так, приложение, да? Можно отмечать туалеты, в которых вы побывали. И оставлять комментарии о туалетах. Ничего себе! Как вы пришли в новый туалет, там точка сразу на карте. Так, вот если вам нужно по дереву постучать, приложение, ну, там, тьфу-тьфу, да? Приложение открываешь, и там деревяшка такая красивая, вот по ней стучишь. Все. Много на свете идиотов, да? Всего хорошего, до свидания, доктор Влад, с вами пока. Приложение. Приложение. Приложение.